Благовещение С этого момента началась новая эра. В которой появилось место надежды. Благая весть разнеслась в земле. То, что в мир приходит Спаситель. Ведь Благовещение является зачатием Сына Божия от Святаго Духа. И так как Церковь считает начало жизни человека со времени зачатия, то это уже такая важность, что будущий Спаситель, Мессия, Сын Божий, Он появился на земле. Пока находится внутри Божьей Матери. Дева Мария родилась в семье благочестивых супругов Иакима и Анны, которые долгое время до рождения дочери пребывали бездетными. Поэтому появление первенца было воспринято как особая милость Божия. По преданию, совсем юную Марию первосвященник пустил в Иерусалимский храм. Хотя женщины, равно как и мужчины, кроме самих первосвященников, не имели права заходить внутрь дома молитвы. Это событие было еще одним знаком особого Божьего покровительства будущей Бога Матери. Когда Архангел Гавриил явился юной Деве, Мария была уже сформированной религиозной личностью. В дорогой сердцу каждого христианина молитвой Богородицы Девы Радуси мы повторяем ту самую благую весть, обращенную к причистой Деве в Древнем Назарите. Считается, что обращение Архангела к будущей Божьей Матери было первой поистине благой вестью со времени грехопадения человечества. Это главное событие не только нашей Церкви, это главное событие всего человечества и всей Вселенной. Потому что произошло вычеловечивание Бога с тех самых пор Божество и человечество, они неразрывны. Это событие, которое очень даже трудно осознать, очень трудно представить. Нам только есть возможность это созерцать. Нам дано это как данность. И мы, как маленькие дети, вперяем свой внутренний взор в это событие и наслаждаемся такой милостью Божьей к нам. Праздник Благовещения входит в так называемые двунадесятые праздники – 12 главных праздников христианского календаря. Ему посвящены произведения живописи, архитектуры, музыкальные композиции и, конечно, поэзия, особенно русская. Например, у Валерия Брюсова. О царица всех мирских цариц, Дева, предреченная пророком, Гавриил, войдя, склонился ниц, Пред тобой в смирении глубоком. Сотни и тысячи православных храмов названы в честь этого события. Один из них – Московский храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, настоятелем которого является отец Дмитрий Смирнов. Храм, открытый в 1844 году, как и многие российские святыни, испытал на себе суровую смену эпох, но сегодня в нем каждый день проходят богослужения. Храм был построен по инициативе и на средства коммергерши Анны Дмитриевны Нарышкиной в память о ее усопшей внучке. И только в 1847 году храм был освящен. Два предела боковых, они были пристроены гораздо позже. Вот храм расширялся. В 1932 году он был закрыт, и возобновилась служба здесь только в 1991 году, когда храм был передан церкви, и в нем начались восстановительные работы, и почти сразу же мы начали бы послужение. Конечно, это наш престольный праздник, и мы всегда очень торжественно стараемся к нему подготовиться. У нас бывает очень торжественный крестный ход вокруг храма. И, конечно, выпускаем голубей с паперти храма. И вы знаете, всегда, каждый год, даже в самую ненастную погоду, всегда выглядывает солнышко. Вот такое вот у нас чудо бывает. Над храмом всегда солнышко. Усилиями активной общины на приходе регулярно ведутся работы по реставрации исторических фрагментов церкви, а также росписи незаполненных ранее частей. В преддверии престольного праздника Благовещения в Верхнем Пределе открылась выставка гравюр разных веков, посвященных только одному евангельскому сюжету. Благовещение – великий праздник. В этот праздник, конечно, мы все преклоняемся перед Пресвятой Девой Богородицей, которая от лица всего человечества дала согласие на то, что Господь промыслил о человеке. Когда ангел ей возвестил благую весть о том, что она примет в очреве и родит сына, она со смирением, склонив голову, произнесла «Сероба Господня, да будет мне по глаголу «по ему». И вот в этом ответе Богородицы, конечно, согласие всех нас на то, чтобы с нами было по глаголу Божьему. Правильно говорят, что без смирения и терпения Богу угодить нельзя. И ни один человек без смирения в сердце не войдет в Царствие Божие. Поэтому, конечно, Пресвятая Богородица явила в нам в себе тот пример смирения и доверия Богу, который каждый человек должен в течение своей христианской жизни стяжать в своем сердце. В четвертую неделю Великого Поста православные христиане вспоминают святого VII века, который также незамедлительно откликнулся на Божий призыв. Это христианский философ и богослов Иоанн Лествичник. В 16 лет юный Иоанн переехал из родного Константинополя в Египет на Синайскую гору – сакральное ветхозаветное место. Здесь еще в 330 году была основана мужская обитель, существующая до сего дня. В ней поселился юноша Иоанн, впоследствии ставший преподобным. Иоанн Лествичник был очень красноречив. И его осуждали некоторые за это красноречие. За его просвещенность, за его владение словом, за то, что он находит путь к сердцам людей, за его образованность. И в какой-то момент он, проявляя смирение, на целый год вообще отказался от всяких слов. То есть взял обет молчания. И мне повезло побывать в том числе и на Синае, в том монастыре, где он был. И не случайно его те древние монахи называли Новым Моисеем. И просили его даровать скрижали спасения, дать тот маршрут, который поможет выбраться человеку из завалов, грехов и избежать падения. Тема опасности падения с кручины, тема опасности падения с высоты или падения камня на человека. Это часть жития Иоанна Лествичника. Например, там ему приснился чудесный сон, и он спас своего друга-монаха, на которого чуть не обрушился большой кусок горы. И это же все носит еще и символический характер. Однажды к уже имевшему духовный авторитет Иоанну подошел игумен Раивского монастыря и обратился со следующей просьбой. «Припадай нам невежественным то, что ты видел в Боговедении, как древний Моисей, и на той же горе, и изложи это в книге, как на богописанных скрижалях, в назидание новых израильтян». Тогда Иоанн и начал работу над своим главным трудом – лествицей. Я прочитал лествицу Иоанна Лествичника в раннем возрасте. Ну, относительно раннем, я был подростком, лет в 12, но, честно говоря, возвращаюсь к этой книге. И многое перечитываю. И на самом деле есть несколько толкований на эту книгу. Ну, например, то, что говорил митрополит Антоний Сурожский по поводу и судьбы Иоанны Лествичника, и по поводу его, воистину, бессмертного творения. И в свое время, когда мне было 13 лет, я познакомился с владыкой Антонием в Лондоне, в его соборе. И я помню, что, среди прочего, он как раз упоминал именно лествицу. Это такой давний символ, это библейский символ лествица Иакова, лествица по-старославянски, лестница. Это те ступени, которые по мысли Иоанна Лествичника возводят вверх. Ведь не случайно, что благодаря своему труду святой получил то имя, по которому мы его знаем – Лествичник. Мне кажется, что мы, как всегда, но каждый раз кажется, что особенно живем во время двойных-тройных стандартов, когда очень сложно сориентироваться в маршруте жизни, когда, казалось бы, разбитый, раскокон, нравственный компас, когда человеку кажется, что все тонет во лжи и фальши. Применительно к этой книге можно употребить очень мужское, мужественное слово – последовательность. Иоанн Лествичник про последовательность. Карабкаться по головокружительной лестнице значит проявлять последовательность. Но другое дело, что люди соскальзывают и падают, и очень сложно в этом мире, и сложно сориентироваться, и не надо из себя изображать святошу. Нет, но важно, чтобы стрелка компаса показывала туда, вверх по лестнице. Настольная книга тысяч людей, как монахов, так и мирян, как власть имущих, так и рядовых граждан, Лествица оказала колоссальное влияние на восприятие человеком самого себя, своих страстей, и показала действенный способ борьбы с ними. Лествица – это о том, как шаг за шагом идти к Богу, доверившись Его призыву. Обе этих темы касаются сразу двух праздников четвертой недели Великого Поста. Не случайно, как Богородицу богослова называли «Новой Евой», так и Иоанна Лествичника в святоотеческой литературе находишь как «Нового Моисея». И человеку, чтобы следовать этим примерам, нужен, возможно, всего лишь один решительный ответ, который дала Дева Мария посланнику Бога. «Все раба Господни, да будет мне по слову Твоему». Серафим Сашлиев, Бавел Ильин, телеканал «Спас». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова